Ребята, привет вам из парка аттракционов Push Gardens, который находится в Америке, во Флориде. И здесь сейчас строят самую высокую, во всей Америке, американскую горку. Очень прикольно, поэтому смотрите, что такое развлечение по американским меркам. Я вам сегодня все покажу. А сюда вы приезжаете на целый день, здесь куча всяких программ. Здесь можно посмотреть на гепардов, животных всяких разных. Это целый как город аттракционов. Очень прикольно, очень круто и страшно, кстати, в некоторых местах. Здесь на территории есть рестораны и также помимо всяких горок здесь еще есть животные. То есть это как небольшой зоопарк, но они еще тренированные. То есть здесь крокодилы, есть гепарды. И показывали с ними небольшие шоу. Билет на весь день сюда стоит 80 долларов на человека. Здесь есть поезд. Ну понятно, что он идет не там 200 километров в час, да? Вы садитесь на него и поезд вот этот вот. Вот он делает маршрут вокруг всего парка и занимает это порядка 40 минут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребята, здесь во Флориде очень много всяких крокодилов, аллигаторов. И они сюда не привезены, а они здесь реально водятся. То есть если вы там, к примеру, на болотах, на каких-то озерах, то вполне реально встретиться там с аллигаторами, с крокодилами. Здесь даже специальные туры, когда вы выезжаете, там, катаетесь на лодках таких скоростных, с пропеллерами сзади, где можно посмотреть, увидеть этих аллигаторов. И, кстати, в описании к видео я ставлю линки на программы летние, там, всякие, для детей. Когда можно приехать во Флориду, тут поучиться и, естественно, поразвлечься. Это первый момент. И второй момент, я ставлю линк на университет Южной Флориды. Линк на университет Южной Флориды, видео на университет Южной Флориды. Это университет, который здесь находится, в Тампе, где, ну, сами понимаете, учатся студенты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Линк на университет Южной Флориды. Камеры на все эти горки брать запрещено и держать что-то в руках тоже запрещаются, потому что спокойно может что-то выпасть. Летите там с такой скоростью, с такими-то поворотами. Блин, ощущение, что просто прижимает. Я не знаю, как в формуле 1 на полите летишь, только все это с открытой, естественно, головой и телом. Напоминаю, что у меня здесь сейчас декабрь месяц, середина декабря, около 25 градусов, ну, как бы шел дождь сегодня, то есть влажненько, конечно, но ощущения прикольные. То, что тепло, даже жарко, везде играет рождественская музычка, везде стоят елочки и поют американские наши эквиваленты. И здесь у елочки взяли мы домой. Ребята, ребята, горки американские, это просто пипец. Чуть в штаны не наложил. Сафари делали мы на поезде, на всяких этих американских горках катались, а на рафтинге мы еще не катались. Вот сейчас мы в Конго отправляемся. Социальная середина номер 2. В Конго. Ребята, здесь даже придумана такая тема, что после того, как вы выходите с рафтинга все мокрые, здесь стоят вот сушилки, здесь стоят сушилки, вот такие, человеческий рост, и вы сразу же можете здесь высушиться. Так, ребята, традиционно показываю вам, значит, комнату в отеле, где я остаюсь. Отель хороший, честно говоря, мне понравился. Спальня, да, потом есть зал отдельный. В зале может лечь даже еще там друг, к примеру, если к вам приехал какой-нибудь из Магнитогорска там или Новосибирска. Комната. Это в даунтауне находится у меня отель. И вот вид на там. Здесь все, есть даже вот, видите, розетки американские, конечно, как обычно, да. Вот такие вот американские розетки, поэтому переходники нужны. Есть везде натыканы USB-шки. К примеру, даже вот здесь шкаф, пожалуйста. Просто мини-кухня такая. Даже можно что-то помыть, к примеру. Мини-кухня. Ванна хорошая. С душем, но без ванны. И вот такая вот история здесь. Ну, как квартирка маленькая. Это удовольствие стоит около 110 долларов. Я нахожусь в даунтауне. Это не на побережье, А в Тампе, ребята, если вы знаете, в Тампе самый крутой пляж в Америке. То есть номер один в Америке. Здесь самый классный. Вот так и внутрь у вас вид такой. У меня 12 этаж. Я вчера зашел в гостиницу. Вечером все, забито куча людей. Я думаю, еще так много людей. А сегодня зашел, смотрю, увидел надпись, что типа с 5 до 7 у них там оказываются бесплатные напитки и снеки. Понимаете? Вот такие штуки делают. А сейчас я нахожусь в районе Тампе, который называется Ибур-Сити. Здесь жили иммигранты, очень много иммигрантов из Кубы, Испании, Италии. И здесь находились фабрики по производству сигар. В прошлом его даже называли чуть ли не сигарной столицей мира. И здесь находится много всяких различных ресторанов. Кубинская, латинская кухни. Многие дома здесь в районе реально напоминают чем-то фабрики. Мне, значит, какие-то здания напомнили чем-то нашим. Красный Октябрь. Тоже здания такие переделанные, конвертированные под всякие там бары, рестораны. И, кстати, классная штука это то, что из даунтауна, вот откуда я приехал сейчас сюда, сюда можно доехать на по-нашему этот трамвайчик. Они называют это стриткар. Уличная машина дословно. Это все бесплатно. Самотапа, ребята, город небольшой. Здесь проживает 400 тысяч человек. У них есть город, да, но город вокруг окружен всякими там небольшими населенными пунктами, где люди живут там с домиками. И, в общем, все это считается как агломерация. Так вот, вся агломерация, она составляет около трех миллионов человек, да. Несмотря на то, что как бы город относительно небольшой, да, все равно здесь есть финансовый центр, есть даунтаун со своими небоскребами. Ну, я думаю, что это как бы показатель финансового кода благополучия. Меня спрашивают часто там про отличия, да? Вот сегодня как бы тоже один такой фактор человеческий тоже можно назвать отличием. И что, с тобой всегда могут заговорить где угодно и когда угодно. То есть ты там можешь ехать в лифте, тебя могут начать спрашивать все, что угодно. Мне тоже просто вот подошла женщина и говорит а ты, говорит, сюда на парад приехал? Я говорю, да, нет, говорю, не на парад, так просто. Она типа, а, ты, говорит, не знаешь, что у меня парад, я вот на парад там приехала. А, по улице шел там мужик тоже ко мне там подошел, я там камеры достал, начал снимать, он там к нам подошел там начал спрашивать, типа, для чего там, куда я снимаю. Ну и так как-то, как бы, у них это как-то легко, по-дружески так. На остановке там стою, жду, тоже чуваки ко мне подошли, какие-то там вопросы начали задавать, что, куда, кого. Есть ли тут какая-то легкость и непредвзятость, что ли? КОНЕЦ 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 КОНЕЦ